На месте, пропитанном историей, реконструировать ее в памяти нынешних поколений. Лейтмотив церемонии на Графской пристани – извлечь уроки из печальных событий прошлого и провести параллели с историей новейшей, когда пять лет назад удалось уберечь Крым и Севастополь от повтора трагических ошибок, братоубийственной гражданской войны. Мы смогли, избежав кровопролития, опираясь на международное право и общечеловеческие ценности, вернуться в родную гавань. По тем, кто вернуться не смог и остался на чужбине навеки, жертвам русского исхода заупокойная лития и скорбный венок с гвоздиками к мемориальной доске – тот же ритуал у вечного огня. Для курсантов из северной столицы это только начало ответственной миссии. Перекоп, на борту которого они выдвинутся из Севастополя, символично пройдет по маршруту исхода русской эскадры. Посетит мемориал в порту Безерта, отдадим воинские почты, приведем порядок кладбища, где захоронены наши соотечественники. Мы сейчас строим мост в будущее, и поэтому наши ребята, курсанты Перекопа, это и есть вестники будущей России, которые создают новые международные связи и сотрудничества. А пока продолжение экскурса в историю. В Доме офицеров документальный фильм «Анастасия» из первых уст – одноименный свидетель исхода о том, что его участники пережили в 1920-м. Остался нетронутым какой-то мостик, памятник далекого детства. О детстве на чужбине и странице биографической книги, которую в Севастополе презентуют впервые. Называется она «Детство на кораблях», и это не преувеличение. Дети на кораблях ушли со своими отцами и матерями, и были лишены этой родины. И долгое время, вплоть до 1924 года, жили на этих кораблях, они были для них домом. Вторая литературная новинка повествует уже о закате русской эскадры. Экспозиция с выдержками из этих книг вместе с курсантами проделает путь до Безерты, где с ней ознакомятся иностранцы и потомки тех, кто уходил из Крыма и Севастополя почти 100 лет назад. Ильдар Саудобаев, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение.